Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 На встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем Александр Лукашенко объяснил, чего надо бояться. Экономика – это приоритет номер один. Если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует. Ну, а экспорт – это основа нашей экономики. Главный дипломат попытался успокоить главу государства. Хотя доля высокотехнологичных товаров в экспорте и мизерна – 2,5%, товаров за рубеж продается все больше. По внешнеэкономической деятельности, да, есть определенные позитивные нюансы. За полугодие, первое полугодие этого года экспорт вырос почти на 20%, 19,4%. Но умолчалось о том, что импорт вырос на 20,5%. Иными словами, за полгода Беларусь потратила на 2,5 миллиарда долларов больше, чем заработала. То ли еще будет. Для белорусской экспорта ориентированной экономики наступают тяжелые времена. Что делать, Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Ромасом. Ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, конечно, сказывается на объеме валютной выручки, которую получают наши предприятия. Впрочем, заверяет Сергей Ромас, есть много внутренних резервов для более эффективной работы экономики. Интересно, каких? Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Тем временем внутренние резервы показал президент. На своем приусадебном участке Александр Лукашенко собрал урожай. 60 тонн картофеля и 42 тонны арбузов. Одному с таким объемом не совладать. Позвали помощников Михаила Захарова, Сергея Тетерина, пресс-секретаря Наталью Эйсмант и целый женский батальон. По всей видимости, сотрудниц службы протокола. Вот видишь, они зеленые. Зеленые, а этот нет. А эти уже их надо. Возьми вот этот, сейчас разрежем, посмотрим. Такой огромный. Хороший арбуз. А вот младший сын президента Николай на поле замечен не был. Поле отметился через день. Он развозил урожай. Пять тонн арбузов и тонна картошки достались Минскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Я хочу поблагодарить от нашего всего дома вашу школу замечательную, ваших педагогов. И, конечно, уважаемого нашего главного государства. Обязательно передам огромное спасибо. Класс. В первую очередь, это же его старания. Он организовал всю эту арбузу. Привезенные ягодки сразу и продегустировали. Как сообщили по госканалам, арбузы Лукашенко выросли вкуснее южных. Эх вы, жизни не нюхали. А я цельное лето. Цельное лето. Утром покос, вечером надои. То корова поросится, то куры понеслись. А тут вишня взошла. Свекла заколосилась. Пашешь, как трактор. А ежели дождь во время усушки? Глава Следственного комитета Иван Носкевич доложил президенту о расследовании резонансных дел. Основной вопрос – это уголовные дела, которые находятся на моем контроле. Я так прикинул, их немало. Очень много уголовных дел. Отдельно уже в интервью БТ Иван Носкевич высказался по так называемому делу Белта. Напомним, журналистов независимых СМИ подозревают в несанкционированном доступе к платной ленте государственного информагентства. Преступление – это не представляющее большой общественной опасности. И, наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может. Настолько не опасное, что в редакциях проводили обыски, журналистов задерживали, а телефоны прослушивали еще до открытия уголовного дела. Никакой чрезвычайщины в этом нет, убеждает главный следователь и проводит медицинскую аналогию. Есть понятие протокол операции. Когда вы ложитесь на операцию по поводу аппендициста, вы же не управляете доктором, как вы будете делать ту или иную манипуляцию со мной. Доктор поступает строго по протоколу. Ну да, чтобы независимые СМИ не беспокоили, их проще удалить. Резать к чертовой матери! Футбольных новостей на неделе было хоть отбавляй. Вначале презентовали новую форму национальной сборной. Хороший дизайн, символика белорусский орнамент. Я считаю, это патриотично, здорово. Затем Диего Марадона, похоже, сделал Бресту ручкой. Аргентинец стал техническим директором мексиканского клуба «Дорадос». Правда, при этом из Брестского «Динамо» не уволился и по-прежнему числится там председателем правления. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу. А еще премьер-министр Сергей Румас заявил, что весной покинет пост руководителя Федерации футбола. Но именно при нем сборная дебютировала в Лиге нации. Это новый турнир УЕФА. Который действительно дает возможность белорусам, пройдя такой не очень сложный отбор, как в обычной группе на чемпионат Европы, присутствовать в качестве участника этих соревнований. То ли новая форма так повлияла, то ли скорая смена руководства Федерации, но случилось чудо. Белорусы обыграли Сан-Марина 5-0. Классика. Какая боль! Какая боль! Аргентина и Майка 5-0. На выходных Минск с размахом отметил День города. Причем на этот раз с физкультурно-спортивным уклоном. Кульминацией стал Минский полумарафон, в котором приняли участие 35 тысяч бегунов из 53 стран. Была очень сложная дистанция, потому что была горка на горке. Были серьезные соперницы разных стран. Не остался без награды Дня города и Александр Лукашенко. Его команда выиграла лыжероллерную эстафету. Белорусский президент поведал, как учил Дарью Домрычеву бегать на лыжах. Когда она маленькая была, начинали здесь. Я вот там еще фотографии есть. Я ее учил бегать. Я говорю, ты будешь великой, если не делаешь это, это, это. А раньше Александр Лукашенко рассказывал и о своем вкладе в становление Виктории Азаренко. Ну что бы мы без него делали? Вика, она совсем маленечкая была, когда я начинал играть немножко в теннис. Она начинала свою карьеру в шесть или сколько там тебе было лет, когда мы булочки ели на кортах. И о погоде. Всю рабочую неделю будет тепло около 20 градусов и без осадков. А вот в выходные станет прохладнее и задождит. Во вторник в Национальном центре современных искусств начинает работу белорусско-испанский выставочный проект. В среду в футбольном манеже открывается специализированная мебельная выставка. В среду и четверг в Театре имени Горького состоятся гастроли Московского художественного театра. В Национальном историческом музее в четверг откроется выставка «Словутые деятши Белоруссии», а в пятницу экспозиция, посвященная столетию окончания Первой мировой войны. В Гомеле в пятницу откроется международный фестиваль хореографического искусства «Сожский караход», а в субботу пройдет турнир силачей. В тот же день в Гродно масштабно отметят День города, а в Минске около Дворца спорта соберутся сотни байкеров на закрытие мотосезона «Харли Дэвидсон». Ну а в Верхнем городе в уикенд пройдут Дни национальных культур. В субботу – Молдавской, а в воскресенье – Еврейской. Субботу – Молдавской, а в воскресенье